Травматологи Югры Травматологи Югры 41 квадратных метров жильяOOOO ввели в эксплуатацию с начала года. Больше сотни переселенцев из аварийных домов получили новые квартиры. Цифры привел директор Депстроя Югры Кирилл Мыскин на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства. Например, в Советском районе из аварийного жилья людей расселяют в семи поселках. Кроме того, в Малиновском скоро начнут строительство амбулатории, в Ольявьевском реконструируют дом культуры, а в Советском благоустраивают озерный парк Картопья. 38,5 тысяч югорчан проголосовали за проекты комфортной городской среды. Лидерами среди голосующих пока остаются нижневартовцы. Но, как нам сообщили в Центре по реализации национальных проектов Югры, сургутяне в последнее время тоже активизировались и, возможно, скоро догонят столицу Самотлора по количеству голосов. Напомню, что в этом году в рейтинговом голосовании за проекты комфортной городской среды принимают участие 17 муниципальных образований Югры. Жители региона активнее всего голосуют за комфортные общественные территории, парки и скверы. Победителям рейтингового голосования выделят средства из федерального бюджета. Кстати, в этом году Югре из общероссийской казны выделили 340 миллионов рублей на реализацию проектов победителей прошлого года. В этом году на 55 общественных территорий выделено в общей сумме 811 миллионов рублей, из которых 340 – это федеральный бюджет, с учетом 140 миллионов. Это у нас федеральный грант на два проекта победителя Всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях – это Мегион и Советский. В этом году у нас два этих объекта будут завершены, ориентировочно в ноябре месяце. Сумма господдержки для югорских бизнесменов близится к миллиарду рублей. Об этом говорили сегодня на заседании оперативного штаба региона. А если точнее, 968 миллионов рублей, именно столько, получили более 370 малых и средних предприятий Югры. Средства выделили в рамках реализации первого пакета мер поддержки экономики региона в условиях внешнего санкционного давления. Цифры озвучил директор Департамента экономического развития Югры Роман Гентель. Он напомнил также и о новых федеральных мерах обеспечения социально-экономической стабильности. С 1 мая текущего года по новым условиям государственной программы льготной ипотеки снижается ставка с 12% до 9%. Также запущена специальная кредитная программа поддержки системы образующих организаций транспортного комплекса. Ставка кредитования составит не более 11% годовых. Расширены условия программы льготного кредитования для системы образующих организаций агропромышленного комплекса. Что касается ситуации на потребительском рынке, роста цен свыше 5% в округе не зафиксировано. Однако почти на 3% подорожали говядина, рыба, черный чай, мука и хлеб. Ну а свинина, баранина, яйца, сахар, капуста и пшено наоборот подешевели. Снижение цен наблюдается также и среди товаров, которые не входят в перечень первой необходимости. Так в торговых сетях и розничных магазинах стали дешевле электроника и стройматериалы.